Авторская рубрика Анны Крюковой о жизни команды и главных событиях в клубе. Смотрите выпуск новостей футбольного клуба «Амкар Пермь». Всем привет! Это новости футбольного клуба «Амкар Пермь». Свежее событие из жизни красно-черных в этом выпуске. Борьба за выход в Первую лигу оживает после зимней спячки. Ну и, конечно же, не могу не сказать о кадровых изменениях в команде. Все за этой новостью следят очень тщательно. Поэтому остается только пожелать новому тренерскому штабу успехов и новых побед. А команда уже готовится к двум предстоящим матчам в полную силу. И в начале этого выпуска хочется освежить в памяти, как проходила подготовка. Подробно о сборах во влогах ссылка в описании. А из неизданного за время перерыва живые комментарии тренировочного матча от воспитанников Академии «Амкар». Мы все команды будем выигрывать, когда мы подрастем. И будем в «Амкаре». Сейчас бой будет, мне кажется. Видел, какой подкаст мощный. О, хорош. Дебята, но она хорошая игра. Да, это Маркелов. Мне никогда не давали карточки. Только руку сломал в футболе. Ильбар вообще еще пока не проснулся. Спят усталые игру. «Амкар» больше мячом владеет. Помню, как я на первую игру летом ходил к «Амкару». Тюмень, по-моему, на первое место встал. А «Амкар» на второе. Матч-реванш возьмут и выиграют. И в первую лигу, в высшую пойдут лигу. Будем «Реал Мадрид» и «Барселону» выигрывать. И в продолжении детского спорта комментарий от руководителя программы развития молодежного футбола. Работа по внедрению философии клуба, а также по развитию детского и юношеского футбола придется по плану. Приезжал к нам ведущий методист РФС, который обучал наших тренеров в рамках регионального центра подготовки футболистов. Как вы помните, мы получили статус. Обучал работе по методикам, которые нам транслирует РФС. Также на этих обучающих мероприятиях присутствовали и тренеры наших школ-партнеров. За последнее время у «Амкара» появилось сразу же несколько спонсоров и партнеров. Коротко о каждом. Портал о спорте и ставках на спорт. Планируется реализация нескольких совместных проектов. Букмейкерская компания «Леон» стала партнером клуба до конца этого сезона. Кстати, лого компании уже размещено на футболках команды. Компания «Домру» стала генеральным партнером киберспортивного направления. Теперь кибер станет еще более ярким и скоростным. Новый партнер красно-черных – федеральный производитель бытовой техники «Китфорд». Партнер футбольного клуба – сеть «Оптик.Зрения». Болельщиков ждут совместные активации, а наш Макар уже примерил очки от сети «Оптик». Генеральным партнером «Амкара» стала компания «Пельмэнергосбыт». Поставщик энергии будет размещен на игровых футболках и баннерах стадиона. Еще одним партнером «Амкара» стала фотостудия «Фабрика Олендвик». Совсем скоро два домашних матча. Чуткие и отзывчивые волонтеры всегда готовы прийти на помощь и сделать спортивный праздник ярче. После межсезонья руководитель ивент-отдела Рома Чикишев сделал для ребят организационное собрание прямо в студии. Посмотрим, как это было. «Переда! Вперед, Ангар! Вперед, Ангар! Вперед, Ангар!» А присоединиться к волонтерскому движению и стать частью команды может каждый. Все подробности по ссылке в описании. Новости от наших киберспортсменов. В прошлые выходные проходил турнир по Дота 2. Среди 12 команд-участниц лучшей стала команда «Лопата». Победителям вручили сертификат в наш фаншоп и подарок от сети компьютерных клубов Galaxy. Наша команда «Амкар Е-спортс» сыграла шоу-матч с игроками «Лопаты» и стала победителем. Больше киберспортивных новостей в нашей группе «Амкар Е-спортс». Напомню, что у клуба появилась своя брендированная вода. Теперь ее можно купить на маркетплейсах «Озон» и «Вайлдберис», а также в «Ашане». Футбольный клуб прошел в финал премии «Спорт-бизнес-эвордс» в номинации «Матч-дэй года», «СММ года», «Айти-решение года». А также недавно ребята слетали в Питер на стажировку в клуб «Премьер-лиги». Самое важное – это, конечно же, матчи. На этой неделе их целых два. Чтобы быть самым стильным и красивым на игре, заглядывайте в наш фаншоп, у нас появились новые шарфики. Приходите и болейте за своих красно-черных. Это была Анна Крюкова. На этом новостной дайджест подходит к концу. Пока!